Первый день самого любимого времени года для сотен юных славянцев прошел по-летнему ярко, активно и весело. Кроме зарядки на театральной площади, всевозможных конкурсов и концертов, для детей было организовано еще очень много интересного. С подробностями наши корреспонденты. В День защиты детей для юных славянцев было подготовлено немало интересных мероприятий, концертов и развлечений. Начался первый день лета со спортивной зарядки. Около сотни мальчишек и девчонок прыгали, активно двигались в ритме музыки с лучшими спортсменами Славянского района, приседали и все для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. С началом лета и Днем защиты детей юных славянцев поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, Международный день защиты детей – это праздник, который соединяет в себе любовь к нашим детям и заботу об их судьбе. Дорогие наши дети, также взрослые, поздравляю всех с Днем защиты детей. Очень приятно, что этот день совпал с началом лета, с началом детских каникул. Дорогие наши дети, я уверен, что за лето вы отдохнете, оздоровитесь, с новыми силами придете за школьные парты. Мы, взрослые, постарались, чтобы ваши каникулы прошли для вас замечательно. Для этого будут работать детские площадки, дворовые площадки, спортивные площадки. Я вас всех поздравляю с праздником, желаю всем крепкого-крепкого здоровья, радости, успехов и хорошего настроения. С праздником, дорогие друзья! Во всех парковых зонах города проходила развлекательная программа. В районе парка имени Григория Пономаренко уже активно работали молодежные станции «Солнышко на щёчке», «Музыкальный калейдоскоп», «Солнечная страна» и многие другие. Всего 18 станций. Глава района осмотрел практически все станции, а на некоторых даже присоединился к юным славянцам. В рамках праздника глава района Роман Синеговский вместе с председателем районного совета посетил одну из многодетных семей, чтобы поздравить детей с праздником и вручить подарки. В семье четверо детей, двое – двойняшки, Катя и Ксюша. Им по 8 месяцев. Старшей дочке 8 лет, а сыну 6. Мы вас поздравляем с праздником, желаем вам здоровья, благополучия, радости. За лето надо отдохнуть, маме с папой помочь, да бабушке съедет, на море. Правильно? А едем? Ты как самая старшая, да? Нас дальше по братикам. 1 июня театральная площадь действительно стала театральной. Ростовые куклы, конкурсы. Скучать детям в этот день точно было некогда. В течение всего дня они играли, участвовали в конкурсах, пели песни и танцевали. Праздник хороший, выступление тоже хорошее. Я уже рисовала на дороге и смотрела. А что ты рисовала? Машу медведя с огромной бабочкой. Настоящим сюрпризом для виновников торжества стал районный фестиваль художественного детского творчества «Радость», который впервые состоялся в День защиты детей на главной площади города. Ранее он проходил в рамках международного фестиваля славянской культуры. В фестивале приняли участие все коллективы славянского района. Заявлено было около 70 участников. Юные таланты соревновались в самых разных номинациях, рассказала нашей съемочной группе начальника дела фестиваля и смотров конкурсов методического центра Екатерина Акст. Хореографическое искусство, вокальное, инструментальное, театральное, оригинальный жанр, цирк будет представлен и вокал. Ксения Бажан из хутора Барониковского занимается в детской школе искусств на театральном отделении уже шесть лет. На сцене городской площади в этом конкурсе Ксения выступила с необычным выступлением. Я читала стихотворение Нины Новосельцевой «Королевна». Оно очень, мне кажется, патриотичное. Про войну у многих вызывает слезы. Всем участникам по окончанию конкурса вручили дипломы за участие и сладкие призы. Праздник отмечали не только славянские ребята. Юные гости из Крымского района вместе со своими учителями также приехали, чтобы отдохнуть, провести время со сверстниками Славянского района. На вопрос, как им в Славянске-на-Кубани, представители из Крымского района ответили. Сустрение каково? ВООО! 1 июня также отмечали день символов Краснодарского края – герба, гимна и флага. Их можно было увидеть на асфальте среди детских рисунков, а также на счастливых детских лицах. День защиты детей – это не только весёлый праздник для самих детей. Это и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Тина Копычевская, Михаил Варгулёв, программа «События».